Кто самый эффективный охотник Африки? Наверное, все подумают про льва или леопарда. Однако леопард ловит добычу всего в 40 процентах случаев, тогда как у львиного прайда этот показатель не более 50. Наши же сегодняшние герои достигают успеха в 8 случаях из 10 и являются самыми эффективными охотниками Африки. Но не всегда им удается съесть добытое, ведь размерами они совсем не могут похвастаться. Вы на канале Знай ТВ и сегодня мы посмотрим на техники охоты этой пятнистой смертоносной бригады гиеновых собак. Не забывайте оценить это видео и да пребудет с вами их сплоченность. Усаживайтесь поудобнее, мы начинаем! Этот не слишком приятный звук говорит всем о том, что рядом одно из самых опасных существ африканского континента. И пусть вас не вводят в заблуждение их размеры, ведь это слаженная структура, действующая как единый организм. При том, что сами собаки едва достигают длины тела в 1 метр и массы в 30 килограмм. Отличить их можно по пятнистому окрасу, который является уникальным и может довольно сильно отличаться от особи к особи. Возглавляет такую стаю альфа-пара, пользующаяся беспрекословным авторитетом. Остальные самцы подчиняются альфа-самцу, а самки альфа-самки. При этом в группе никогда нет агрессивных поединков за иерархию, все настроены дружелюбно друг к другу. Даже альфа-собаки не позволяют себе лишнего. Правда, только доминантная пара имеет право размножаться, и в случае появления щенков у другой самки альфа-самка может лишить ее и потомство еды. А в исключительных случаев и растерзать ее выводок. Делается это для контроля численности, ведь каждый год альфа-самка приносит до 20 щенков в помете. А поскольку охотники они отличные, то многие из щенков доживают до своего совершеннолетия, до полутора лет. Более того, у них налажен и процесс воспитания, ведь каждый член стаи присматривает за молодняком. И всегда во время охоты назначаются няньки, которые остаются с щенками и защищают их в случае опасности. А кроме того, для лучшего понимания, кто свой, кто чужой, собаки используют свое обоняние. Когда одна из собак мочится, другие члены стаи катаются в такой ванне. Так что, если кто-то заблудился, он без труда по запаху может найти своих. А когда наступает время охоты, вся стая начинает чихать. Ученые думают, что это может быть. По одной из версий, это самое настоящее голосование, и если большинство собак чихнет, стая выдвигается на охоту. Кажется, решение принято. Эта стая заметила вдалеке антилопугну. Погоня началась. Длинные ноги собак разгоняют их до 55 километров в час. И это настоящие марафонцы, способные долго поддерживать такую скорость. А кроме того, они действуют сообща и загоняют свою цель в ловушку. Но им попались два довольно крупных гну, и вожак решает преследовать дальше. Стая без труда догоняет остальное стадо, и собаки вцепляются в одну из антилоп. Главное тут остановить свою цель, что с успехом делает несколько бойцов. Для этого гну, все кончено. Хотя охота на таких больших животных всегда большой риск, и собаки действуют очень осторожно. Они избегают взрослых особей и стараются отбить от стада молодняк, которые легче повалить. И им почти всегда это удается. При этом даже более быстрые и ловкие антилопы не в силах скрыться от гиеновых собак. Собаки имеют отличное зрение, позволяющее не упускать цель из виду, а их огромные круглые уши засекают даже самые слабые звуки. И, как правило, исход у добычи один. Некоторые, правда, пытаются найти спасение в воде. Но с собаками этот трюк не проходит, ведь они совершенно не боятся воды. Бойцы пускаются в плавь и догоняют импалу за шею, после чего вытаскивают на берег. Хотя если в воде будет бегемот, то собаки сразу отпустят добычу и поспешат скрыться сами. А вот в маленьких реках они действуют более смело и спокойно пускаются в плавь за добычей. При этом остальная часть стаи ждет на берегу и сразу готова вцепиться в шею антилопе. К сожалению, участь ее совсем не завидна. Собаки начинают есть добычу заживо, кусая в области живота. А их мощные челюсти без труда прогрызают кожу животного, и оно умирает мучительной смертью. Однако по-другому они не могут убить свою цель. Их зубы слишком коротки, чтобы прокусить артерию на шее, как это делают и львы, и леопарды. Так что собакам не остается другого выхода. Но даже львы не всегда душат свою добычу, особенно если она сильная и опасная. Иногда они также начинают поедать ее с конца. Кабаны-бородавочники тоже отличная цель для гиеновых собак. Но они очень осторожны и редко, когда далеко отходят от нор. Тогда-то собаки включают другую технику – копание. Они отлично работают лапами и могут быстро расширить нору. Этот кабан обречен. Шансов против такой бригады копателей у него нет. И даже отдыхая у водопоя, собаки всегда на чеку. Этот кабанчик понял, что не вовремя зашел и незаметно побрел назад. Но вожак дает команду фас, и бойцы устремляются за бородавочником. Несколько секунд понадобилось собакам, чтобы настичь кабанчика. А на этом видео они выкапывают из норы кролика и тут же разрывают его на три части. Хотя собаки могут нападать даже на африканских буйволов. Обычно они стараются обратить стадо в бегство и отлавливать небольших телят. Хотя даже теленок по сравнению с собаками огромен. Но собак много и его участь предрешена. А здесь они решились напасть на взрослую буйволицу. И чтобы не получить травмы, собаки атакуют только сзади. При этом несколько особей держат животное за нос, чтобы оно не смогло обороняться рогами. И только кто-то из буйволов решил прийти на помощь, как собаки быстро его отгоняют. Такая охота может продолжаться несколько часов, но результат, как правило, один. Правда, они крайне быстро съедают душу, какого бы размера она ни была. Хотя они легко могут забрать и чужую добычу. Например, они без труда прогоняют гепардов и забирают себе чужой трофей. То же самое будет с леопардом, если его заметят собаки. Поэтому он всегда старается как можно быстрее затащить ее на дерево. Правда, в этот раз он не успел, и большая импала достается гиеновым собакам. А вот если леопард убьет кого-нибудь из щенков, собаки придут в ярость и будут отчаянно атаковать пятнистую кошку. Причем на теле у него остается много ран, и они не отстанут от леопарда, пока тот не заберется на дерево. Да и у гиен они могут отнять добычу, если те в меньшинстве это злейшие враги собак, и укусы гиен крайне опасны. А кроме того, они более чем в два раза крупнее собак. Но когда гиена одна, ее легко можно прогнать. Правда, та не собирается просто так сдаваться и вскоре возвращается. Даже множественные укусы собак не заставляют пятнистую гиену убегать. Видимо, терпеть побои это у них в крови. Хотя часто это приносит результат, и гиена успевает получить свой кусок. А вот у львов собаки опасаются, ведь те с радостью убьют их потомство. Особенно по ночам, когда собаки плохо видят и в целом менее активны. Тут, конечно, стае лучше ретироваться. Но даже убегая в темноте, стая остается сплоченной. Но когда перевес не на стороне львов, собаки действуют куда увереннее, и они могут даже нападать на львицу, чтобы прогнать ее прочь. Причем, никакой дрозный рыб их не пугает. Глядя на таких успешных охотников с высокой плодовитостью, кажется, что они должны заполонить всю Африку. Но в действительности гиеновые собаки находятся под угрозой исчезновения. Они обитают только на отдельных участках саванн, преимущественно в восточной и южной части материка. А их численность не превышает 5,5 тысяч особей. Инфекционные заболевания и еще недавний бесконтрольный обстрел поставили популяцию этих не слишком привлекательных песиков в очень трудное положение. И неизвестно, как скажется на экосистеме исчезновение таких умелых охотников. А если вам понравился ролик, вы знаете, что делать. Увидимся через неделю. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok